Мобильное мошенничество – самое распространенное преступление. В 2017-м в Алданском районе количество случаев хищений с банковских карт уменьшилось. Все же в ловушке киберпреступников продолжают попадаться не только обычные жители, но и работники банков. Подробности далее. Современную жизнь невозможно представить без мобильных систем и пластиковых карт. Реалии порождают новые виды преступлений. В последнее время популярностью у злоумышленников пользуются мобильное и кибермошенничество. Умные люди, как известно, предпочитают учиться на чужих ошибках и об основных мерах безопасности знают даже подростки. Я думаю, что мобильное мошенничество сейчас, конечно, процветает, но все-таки люди должны быть осторожны и, получив некие сообщения от незнакомцев каких-то, не реагировать на них, просто удалять. Внедрение вредоносных программ в систему мобильного телефона, завладение сим-картой, которой подключена услуга мобильного банка, поиск жертв на сайтах о продажах. Мошенники не гнушаются ни одним из средств. В ловушки киберпреступников ежегодно попадают десятки алданцев. Между тем, по сравнению с прошлым годом, число хищений снизилось. Таких заявлений за весь 2015 год было зарегистрировано около 80. В 2016 их уже было чуть более 50. И на сегодняшний день таких заявлений зарегистрировано 36. 50 тысяч рублей в 2017 в Алданском районе эта сумма стала максимальной, которой удалось завладеть киберпреступником. Однако в статистику преступлений попадают не все прецеденты. Бывают случаи, когда ставший жертвой мошенников гражданин просто мирится с утратой. И бывали случаи, когда ловили каких-нибудь мошенников за пределами нашей республики. И при проведении с ними оперативно-ростных мероприятий устанавливали потерпевших на нашей территории. Процент раскрываемости киберпреступлений очень мал. Счета, на которые граждане переводят деньги, оформлены, как правило, на подставных лиц или по поддельным документам. А преступник находится за пределами Якутии. Схемы мобильного мошенничества многообразны, однако все они основаны на доверчивости и беспечности граждан. Сотрудники правоохранительных органов напоминают, персональные данные должны оставаться тайной за семью печатями.